Это шестое занятие и в нем мы научимся работать с боковой панелью редактора Brackets. Сразу хочу напомнить, что если сейчас она у вас отключена, вы можете легко ее включить, зайдя в вид и выбрать показать боковую панель, либо нажать вот эту комбинацию горячих клавиш. Отлично. Наша боковая панель условно делится на две области. Это область рабочих файлов и область проекта. В рабочих файлах у нас находятся те документы, которые мы редактировали, либо которые открыли. Открываются они просто. Например, мы выбираем файл main.css и щелкаем по нем два раза быстро. Щелк, видимо, он открывается. Давайте мы его опять закроем. И обратите внимание, если мы щелкнем один раз, то он здесь не появляется. Почему? Потому что он у нас находится в режиме просмотра. Но как только мы начинаем его редактировать, вот я поставил один маленький пробел, он автоматически открывается и добавляется в рабочие файлы. Вот так вот. Дальше. В области проекта, в принципе, и в рабочих файлах тоже, мы можем совершать ряд полезных действий. Например, вам надо создать папку, либо файл, и вы теперь можете не лезть в проводник и там колупаться, а можно все делать прямо из редактора. Смотрите, я щелкаю правой кнопкой по этой области и выбираю новая директория. Например, жму, давайте назовем ее hello. Вот так. И у нас появилась здесь папочка hello, она реально существует. Мы ее можем прямо сейчас переименовать. Например, правой кнопкой переименовать и выбираем, например, называем ее js. Вот так вот. Прямо в ней мы можем создать новый файл. Давайте правой кнопкой новый файл и назовем его main и расширение поставим js, javascript. Наш редактор автоматически открывает его и видим, тут выставилось, что тип файла js, то есть все правильно. Отлично. И еще один момент, это сортировка файлов, вот здесь видим. То есть вы можете, если у вас много файлов, сортировать их либо по добавлению, по дате добавления, по имени, либо по типу. То есть тут уже сами, думаю, разберетесь. Дальше. Графика. Здесь можно прямо из этой панели просматривать графику. Давайте мы выберем папку screenshots и выберем файл quick edit png. То есть видим, он сюда добавился. Давайте я его закрою. Вот тут просто один раз нажмем и видим, что мы видим, какая у нас здесь картинка. Сразу отображается ее реальный размер и сколько она весит. Ну и, конечно же, путь к этой картинке, которую мы можем скопировать и вставить прямо в файл css, либо html, либо куда нам надо. То есть все достаточно просто. И еще один важный момент, это работа с проектами. Дело в том, что мы можем работать не с одним проектом, а с несколькими. По умолчанию наш проект называется, как и сама папка. Видим, getting started. Это вот этот проект, в котором мы сейчас работаем. И если я сюда перетяну, например, проект mysite, щелк, то видим, что он вот здесь открывается. И, например, я открываю файл index.html и вот он у нас здесь все отображается. Если я сюда щелкну, вот тут вот, то здесь я могу переключаться между открытыми проектами. Вот getting started. Щелкаем, видим, назад переключились. Могу назад вернуться на mysite. И таких проектов очень много может быть открыто. И смотрите, если вы закончили работу над проектом, его можно легко удалить. То есть опять-таки идете сюда и жмете на крестик. И наш проект отсюда удаляется. И больше он в списке здесь не появляется. Вот такая вот достаточно удобная работа. А, еще один момент. Отсюда тоже можно удалять файлы. То есть правой кнопкой щелкаем. И выбираем удалить файл. Щелк и удаляем. Ну и, конечно, что еще можно, это открыть файл прямо в проводнике. Опять-таки давайте правой кнопкой показать в проводнике. Щелк и видим. Вот он у меня начал отображаться здесь. Вот так вот. В принципе, на этом все. Обзор боковой панели закончен. И мы можем смело переходить к следующему занятию. Субтитры создавал DimaTorzok